у меня прям эфир выйди пожалуйста привет 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 сейчас подождем еще немножко девчонок и начнем как настроение сегодня праздник вербная церковь уже сходили за вербой как дела дела прекрасного сейчас эфир проведу и поеду в церковь за вербочкой то это же с праздничком тоже погода сегодня хорошая настроение отличное сейчас немножечко еще ждем девчонок еще только два часа посмотрим кто к нам сегодня придет так кто-то к нам подсоединяется олечка привет с праздником вас всех девчонки так привет 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 всем как дела как настроение погода вроде бы вот за окном смотрю нормальная хорошая так всем привет девочки так ну что мы потихонечку будем начинать привет привет красотки девочки мои дорогие мои красоточки я хочу вас сегодня первонаперво это конечно поздравить с праздником с верным воскресеньем чтобы у вас все получалось что в семье была гармония счастье в личных отношениях было только взаимопонимание очень спасибо да сегодня такой праздник а мы тут на эфире сидим короче всего-всего вам самого замечательного и чтобы ваши дела все клеили все у вас было хорошо вот рада что вы все пришли я уверена что тут еще на записи посмотрит надолго я вас не задержу но что кое-что полезное расскажу и итак пожалуйста девчонки мои итак у нас мы с вами все в нашем курсе 21 день активации это очень такой легкий хороший полезный курс сейчас секундочку что-то мне вот штука моя мешает я хотела чтобы лучше видно было но походу лучше не получилось вот мы с вами все в этом курсе курс очень полезно и вообще я могу сказать что все что вы не делаете в какие курсы вы не включаетесь какое обучение не включаетесь это все очень хорошо и очень полезно потому что иногда нам кажется да что мы столько много всего знаем как бы зачем нам это зачем мы повторяем дублируем все это но я могу сказать что это очень важно потому что когда мы повторяем дублируем и все равно приобретаем навыки я всегда знаете говорю мне нравится это выражение но мне близко что теория она кислая как лимон а практика а насадкой, как мед. И когда мы все это дело практикуем, это очень замечательно. Поэтому 21 день мы выбрали не просто так, а потому что 21 день это выработка привычки, как Лена нам уже писала. То есть, если что-то мы делаем 21 день, оно у нас обязательно все получится. И не просто так мы с вами пишем цели 21 день. Я могу вам сказать, что на самом деле цели работают и кажется, что то, что ты вроде бы не зависит от тебя, а зависит от других людей, оно все равно как-то работает. Когда вы подаете такой запрос Вселенной, о чем-то желаете, чего-то хотите, когда вы еще тем более прописываете это на бумаге, это на самом деле настолько важно. То есть, у вас ваше... Ну вот, вы сознательно это делаете, да, и вашему подсознанию идет импульс, что оно должно произойти, оно должно произойти. И когда вот вы это пишете, не ленитесь, только не ленитесь, сбрасывайте в чат. Кто-то постесняется, чтобы этого видно не было, ну не хочет личные цели свои, озвучивать свои планы на жизнь, да. Кто-то не постесняется, не важно. Делайте это в любом случае. Можете там закрашивать или делать более размытый фон, но все равно делайте и сбрасывайте. Потому что, когда мы это делаем, сам может быть, ай, ну попозже напишу, да. Но попозже бывает и не напишется. И почему мы сделали до 11 это утра, вот это самое важное, это потому, что утром у нас мы встаем, у нас трезвый ум, то есть, мы осознанно это все делаем. Поэтому все задания, которые мы даем, вы старайтесь выполнять. Этот курс, он у нас достаточно простой, достаточно легкий. И тут это задание можно все верно, что написано пером, не вырубить топором, все верно. И все задания, которые мы вам там даем, старайтесь выполнять, потому что это такой мини сокращенный курс, вы его уже проходили в 30 дней рекомендаций. Вот поэтому делайте это обязательно. В первую очередь, когда вы увидите новое задание, которое мы вам присылаем, вы подумайте, что будет, если я его сделаю, и что будет, если я его не сделаю. Конечно, если вы его не выполните, не просмотрите видео, там не сделаете себе пометки, ничего не произойдет. Вы как оставались на том уровне, так и останетесь. Фишка в том, что когда мы работаемся вместе, работаем в чате, очень активные, делаем задания, обсуждения, как вчера вечером, да, такое было там у нас обсуждение интересное. Забыла, что хотела я вам сказать. Вот, вы уже потихонечку, потихонечку начинаете понимать, к чему вы двигаетесь, к чему вы хотите, и ваши цели, они потихонечку начинают реализовываться. Сбилась немножко, девочки. Вот. Просто у нас идет тогда, знаете, такая вот общая энергия, все выходят, все что-то пишут, все делятся опытом, это должно мотивировать. Фишка в том, что очень тяжело самомотивироваться. Вот нас, допустим, мы посмотрели какой-то тренинг, послушали какие-то там аффирмации, что-то там посмотрели в интернете, насколько нас хватает. Нас хватает на три дня. Потом всякие мысли начинают у нас в голову, ай, вдруг у меня не получится, ай, что-то пойдет не так, да. Вот. Для этого мы в этом курсе 21 день активации, для того, чтобы мы друг другу помогали, друг друга мотивировали и стимулировали. Для этого нам нужно. Все верно. Кто захочет, чтобы у него что-то поменялось в жизни, тот это будет делать, а кто не захочет, тот не будет. Я могу вам сказать, да, мы записываем цели, и кроме того, что я записываю цели, каждый день я еще прописываю себе план. Я купила себе такой блокнотик, он у меня весь уже как бы исписан, что я должна сделать. И вот когда я себе записываю, я реально это выполняю. И те дела, которые вроде бы были там отложены, можно было бы там их отложить, там не обзвонить структуру, там завтра обзвоню, там или смс там попозже разошлю. Нет, так как у меня это все написано, как сказала нам Олечка Романовская, что написано пером, не вырубить топором, а так оно и есть. И мне даже приятно, когда я раз-раз-раз это все даже и вычеркиваю. Вот. Поэтому обязательно, с чего мы начинаем? Это мы прописываем наши цели, потому что именно они нас стимулируют. И, конечно же, выполняйте задания. Основная наша задача в нашем бизнесе это привод новых консультантов. Сегодня я вам расскажу некоторые новые такие теории. Это как бы такой метод, он не новый, но просто он сейчас обсуждается среди лидеров. Такой, как пример, я вам покажу чуть-чуть попозже, что регистрировать, рекрутировать, это вообще совершенно не сложно. Это просто. И как в одном каком-то видео я говорила, вы даже можете задействовать свою структуру. Смотрите, самое важное, конечно, это вот, если у вас есть уже какая-то структура, это поддерживать постоянную взаимосвязь. Как делятся опытом наши лидеры и Фаберлик, да, нужно постоянно, каждый день обзванивать девчонок. Допустим, я уже вам говорила, у вас там в структуре там 20-30 человек, да, можно не сразу, Танюш, привет, можно не сразу там им сесть на телефон и их обзвонить, а можно разделить там два человека сегодня, там три человека завтра, ведь каждому бывает, ну, то есть не каждому легко, кто-то, чтобы сесть за телефон, да, он себя долго настраивает, ну, вот разные же люди есть. Это я так люблю по телефону поговорить и в какой бы страну я ни поехала, я там друзей себе найду. А люди бывают разные. И поэтому, чтобы это было полегче, начните вот по чуть-чуть, как это говорят, слона целиком не съешь, а вот если его разделить на мелкие кусочки, в принципе, как бы можно. Поэтому то же самое мы делаем. Допустим, если есть у вас уже команда какая-то, да, разделите количество человек на день, комфортное количество, чтобы вам было, и начните обзванивать. Еще хочу вам сказать, что когда мы обзваниваем нашу структуру, да, то обычно мы что хотим? Мы хотим, чтобы они были активные, чтобы они заказы оформляли, чтобы они как-то так участвовали в наших чатах, участвовали в нашем обучении. Но дело в том, что вам сначала нужно утеплиться, вам нужно пообщаться, задружиться, как бы поговорить, но и обязательно вам, что нужно, вам нужно интригу создать. То есть, если вы видите, что человек, он как бы на тему семьи, на тему каких-то путешествий, на тему своих желаний, он легко говорит, а на тему фоберлика он как бы не очень, вы в конце вашего разговора, ну то есть, как бы вы, конечно, там не по часу с ним болтаете, потому что у вас список еще на день, нужно обзвонить, можете сказать, все, дорогая, у меня сейчас, мне нужно срочно сделать заказы, и ложьте трубку, и все. И человек, он начинает думать, через какое-то время он может сам залезть в каталог, посмотрит, захочет что-то там оформить, либо через какое-то время вы ему перезваниваете, и ненавязчиво говорите о том, что вот, представляешь, какое я видео посмотрела, и девочки у меня заказы оформили, там, допустим, крем новый вышел, вот просто так сделали рекламу, и все. Но я могу сказать, что это очень важно, потому что тоже я вам говорила в одном из видео на этой неделе, что раньше у нас считалось, вот 3-3-3, то есть мы звоним человеку, регистрируем его, предлагаем ему продукцию, через 3 дня мы ему, уточняем, спрашиваем, понравилась ему эта продукция, там, еще там через какое-то время мы еще раз ему звоним, еще раз, то есть как бы там раньше считалась, такая теория была, что хватало там 3 звоночка, чтобы с человеком пообщаться, до того, как у него эта продукция заканчивается, и снова мы ему что-то предлагаем, сейчас все совсем по-другому, у нас многие люди разбросаны, во-первых, по разным городам Беларуси, вот, и нам нужно с ними общаться, утепляться, ну, вот, как бы, коммуникацию налаживать, некоторые вообще люди у нас в других странах, поэтому нам это, вообще, крайне необходимо, им это крайне необходимо, чтобы эти люди понимали, что они, ну, как бы, что мы все вместе, что они не одиноки, что мы все одна большая команда, поэтому приучайтесь, что как минимум один раз в каталог, там, да, вы ему звоните, и для того, чтобы вам утеплиться с этим человеком, нужно как минимум, вот, 11 созвонов, но если, как бы, сложно, допустим, часто звонить, вы можете позвонить в каталог, потом это стать какое-то сообщение, какое-то голосовое, какую-то переписку, потому что всякое бывает, допустим, вот, ко мне зарегистрировалась девочка, и я не могу с ней созваниваться, просто потому, что у нее трое детей, и маленькие дети, совершенно трехнедельный ребеночек, и она мне говорит, Оля, я не могу, я вот только прослушиваю, что ты там мне наговариваешь голосовые, это тоже выход, это тоже очень хорошо, если вы видите обратную связь, человек с вами общается, человек у вас что-то спрашивает, уточняет, поэтому это, на самом деле, очень важно, и поэтому мы давали вам скрипты, созвонов, скрипты, переписок, вот это все, конечно, вы возьмите, и, возможно, девочки, которые сбрасывали в чат, там достаточно было тоже собственных вариантов, можете взять и каким-то образом переделать его под себя, то есть, возможно, наши скрипты где-то вам, ну, не подойдут, не по нраву будут, но те, которые у вас будут, свои личные, вот вы будете ими очень хорошо пользоваться, вот, но домашнее задание, девчонки, выполнять надо, в первую очередь надо, почему, потому что наш бизнес, он настроен, построен в основном на рекрутинге, и чем больше в вашу команду приходят новых консультантов, и когда они активны, и когда они оформляют заказы, и когда они тоже приводят других людей, вот этим, именно вот от этого вы получаете деньги, то есть, вы создаете общий, групповой балл и оборот, и за этот балл и оборот компания вам выплачивает вознаграждение, вот, знаете, да, я уже говорила, что бизнес это достаточно простой, но он настроен, построен на коммуникации, человеческих отношениях, так, вернемся к нашему курсу, 21 день рекомендации, да, смотрите, у нас же там Лена объявила, что у нас будет такой подарок, мы хотим вам самому активному, ну, трем самым активным человеком, мы хотим сделать такие подарки, это будет селфи-палка, очень классная, такая мощная селфи-палка, которая прослужит вам очень долго, такая навороченная, вот, для того, чтобы вы могли фотографировать себя, снимать видео, записывать полезный контент, для своих страничек в инстаграме, для своих лидеров, потому что, вот знаете, еще такое вот, очень интересно, когда вы записываете видеообращение, ну, если вам тяжело связаться с человеком, там, допустим, может быть разница во времени, или, ну, в другой стране, или просто он очень занят, вы можете просто записывать коротенькие видеообращения, и отсылать этим людям, я вот, допустим, на сегодняшний день, решила, я еще не делала, вот сегодня у меня мысль такая пришла, просто консультантам, которые у меня не в чате, которые просто, вот, которые не захотели в чате, что он их раздражает, просто сделать им рассылочку, рассылочку обзоров по продукции, либо какие-то умные мои мысли, такую ненавязчивую, и не то, что там я буду их засыпать каждый день, а просто я буду делать им такую маленькую рассылочку, может быть, там раз в недельку, раз в две недельки, чтобы они про меня не забывали, помнили, и всегда могли ко мне обратиться, вот, и для этого, конечно, нам нужны инструменты, это наша селфи-палка, поэтому вы можете очень легко ее получить, что для этого вам нужно, для этого вам нужно, конечно же, выполнять все задания, посещать наши, прямые эфиры, потому что информацию вы получаете оттуда, и также вам нужно рекрутировать, вы знаете, что 1 балл вы получаете за человека, который пришел к вам с заказом, и 0,5 балла для человека, получается за человека, за новичка, который просто к вам зарегистрировался, но еще не успел оформить заказ, и по итогу нашего курса, 21 день рекомендаций, мы подсчитаем за ваши задания, в таблицу внесем данные за ваш рекрутинг, и за прямые эфиры, и девочка, которая будет самая активная, получит эту классную, крутую селфи-палку, инструмент для работы, вот, и также мы разыграем 2 классных ежедневника, куда вы будете записывать свои цели, свои планы, свои мечты, и, конечно же, все это у вас сбудется, кстати, по поводу, вот, все-таки записи, своих целей и мечт, это однозначно должен быть ежедневник, я вам покажу, у меня это наш ежедневник, я его получила в Сочи, он прям с энергией Сочи, я его заполняю, пишу, здесь вот у меня все, что я о чем мечтаю, чего хочу достичь в 19-м году, и поэтому это должны быть у нас не вот такие маленькие там блокнотики, да, которые сегодня есть, а завтра он закончился, а именно что-то такое хорошее, добротное, вот, все-таки, понимаете, какой посыл вы даете Вселенной, то тем она вам и отвечает, и когда вы, допустим, будете писать, вот, кстати, вернемся к целям нашим, вот, много хочется мне, как всегда, вам рассказать, вы пишите цели ваши в настоящем времени, как будто бы у вас уже есть, без частицы «не», то есть, ну, чтобы «не» у вас не было, потому что Вселенная частицу «не» не видит, я там, допустим, не болею, значит, вы обязательно заболеете, вот, правильно формулируете ваши цели и задачи, это знаете, просто примером один расскажу, вот, одна женщина, у нее муж бизнесмен, она все время хотела, чтобы ее муж был рядом с ней дома, он очень много работает, очень много работает, и вот она говорит, «Боже мой, хотя бы одни выходные, пускай он проживет, ну, побудет со мной», да, и что случается, она вот такой посыл сделала, неправильно сформулировала свою мысль, неправильно поставила цель, муж ее ломает ногу, и валяется дома, то есть, как бы, когда вы будете своей цели, задачи ставьте, ставьте их, конечно же, правильно, так, если у вас есть какие-то вопросы, вы мне, пожалуйста, их задайте, потому что сейчас я вам буду тоже кое-что рассказывать, как рекрутировать. Смотрите, мы когда рекрутируем, да, вроде бы ничего такого сложного нет, взять рекомендации, позвонить по рекомендации, предложить человеку бизнес, либо предложить продукт, если ему не подходит наше предложение, просто взять рекомендации, даже если ему подходит наше предложение, мы все равно берем у него рекомендации, и когда мы это делаем, оно уже у нас идет автоматом, 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 и вроде бы все просто, Но есть люди, кому, ну, пока вот они включаются, пока они привыкают к тому, что надо звонить, да, проходит время, что я рекомендую сделать, да, это вообще очень хороший такой метод, давайте вот так, один человек в нашей, ну, вот, допустим, я, я в любом случае могу привезти одного человека за 21 день, ну, могу, могу, и давайте мы настроимся на то, что первая наша задача, то, что нам нужно привезти одного человека, но не просто нам нужно этого человека одного привезти, но нам нужно помочь ему оформить заказ, для этого нам нужно уделить ему максимум внимания, объяснить, как полистать каталог, как сделать правильный заказ, объяснить, почему нужно делать заказ на 50 баллов, то есть, когда вот вы, да, предлагаете человеку бизнес, вы не спешите сразу предлагать продукт, это вот уже сначала делается контр-предложение, А потом уже делается предложение, которое, ну, то есть, если человек его не принимает, контрпредложение, там он за что-то там испугался или как бы не понял, да, то есть, или ему нужно подумать, вы делайте ему другое предложение, это то, что он может просто пользоваться продукцией. Так вот, когда вы делаете контрпредложение, вы предлагаете человеку бизнес и, соответственно, что, чтобы человек вступил в бизнес, ему нужно оформлять 50 баллов, чтобы сделать 50 баллов, ему нужно разобраться с ассортиментом нашей продукции, ему нужно объяснить, что он заменяет обычный магазин, да, допустим, Корона, Евроопт, там какие там еще есть магазины, да, Мартины, там, я не знаю, все магазины, то есть, где раньше мы закупались, он заменяет на наш магазин. Инфоберли, где у нас есть практически все, вот, и предлагаете этому человеку, что раз он вступает в бизнес, ему нужно делать 50 баллов, он тоже может зарегистрировать одного человека, ведь у него большой круг, мы знаем, что любой человек сознательно в возрасте от 18 лет, у него уже есть такое большое количество знакомых от 800 человек, что он одного уже может выбрать, это будет его, допустим, там, кто-то из родственников или кто-то из друзей или соседка, да, у меня просто был такой один случай, что я одной девочке не предложила, предложила, а предложила ей сестре, и она мне, а почему ты мне не предложила, так, я думаю, странно, я подумала, что тебе не надо, а вот надо было предложить, ну, конечно же, потом я это все дело ей предложила, и она стала пользоваться нашей продукцией, поэтому, вот, я думаю, что из 800 человек знакомых, любой человек найдет того, кого зарегистрировать, и тоже мы объясняем ему, учим ему, как сделать 50 баллов и для чего нужно сделать 50 баллов, ведь смотрите, сейчас, во-первых, у нас сейчас такая акция, что 20 баллов сделать вообще легко, потому что он делает заказ на 60 рублей, это уже по-любому 20 баллов, да, и до конца каталога, вот, у него дается этому человеку 21 день, за 21 день, в принципе, 50 баллов он тоже найдет, у него тоже большое окружение, я помню, когда я только зарегистрировала, когда я зарегистрировала, я этот каталог показала просто своим родственникам и оформила этот заказ, ничего сложного нету, тем более с такими мега классными акциями и распродажами, допустим, вот, это мы делаем на первой неделе каталога, мы находим одного человека, помогаем ему делать 50 баллов, и этот человек находит еще одного человека, и того уже у нас сколько получается, нас уже получается четверо, да, далее каждому новому человеку, который к нам приходит, мы тоже делаем контрпредложение, и старайтесь предложить ему бизнес, и что тут нужно, тут нужно хотя бы пригласить одного человека, 1 плюс 1, 1 плюс 1, это не то, что там вы регистрируете, допустим, сами в команду этого человека, а то, что он приводит человека, его человек приводит человека, еще один человек приводит человека, то есть здесь ничего сложного нету, и оно в любом случае девчонки выстрелит, как бы, ну, это как такой способ, он не сложный, он понятный, и тогда вы, общаясь с вот этим вашим лидером, да, можете, во-первых, его подвести к тому, что нужно делать 50 баллов, и как это сделать 50 баллов, и какие у нас есть преимущества, во-первых, скидка будет больше, во-вторых, то, что он получит, получит вознаграждение по маркетинг плану, так как, если он приведет человека, за ним еще придет человек, еще придет один человек, он уже, как бы, выходит на определенный оборот, вот, и эта схема, она такая, ну, несложная, просто, когда мы говорим, да, что приведи 5 человек, там, да, или приведи, там, огромный список рекомендаций, многие пугаются, поэтому список рекомендаций, это очень крутой метод, это у вас всегда будет приток людей, но для тех людей, которые немножко скованные, сжатые, которые переживают за все, которые волнуются, которые еще, как бы, не понимают, что такое свой бизнес, вы предлагаете, вот, обычную, простую теорию, возьмите просто, обзвоните своих, как бы, людей, которые у вас есть в команде, предложите просто зарегистрировать одного человека, я уверена, что это сделать будет им совершенно несложно, потому что у всех есть братья, сестры, соседи, какие-то родственники, близкие, дальние родственники, вот, и у вас, вы увидите, как пополнится ваша команда за счет новичков, тем более, что у нас мега крутая такая акция, идет 30 рублей на счет, я вам реально скажу, одного человека, да, это достаточно просто привести, вот, и у нас очень классная акция идет, да, тут брат брату денег сегодня не одолжит, да, подумает, как вот я одолжу, а как я там буду, да, ну, сейчас такое время тяжелое, скажем так, вот, а фаберлик дает возможность, фаберлик дает возможность вообще просто берите 30 рублей, понимаете, и вы просто этому человеку предлагаете, ну, не так, что там, раз-раз там пошел дальше, нет, вы ему объясните, потому что я столкнулась с тем, что некоторые люди эту акцию просто не понимают, и когда начинаешь обзванивать, что ты можешь взять, что ты можешь приобрести, ты можешь какую-то вещь приобрести, что-то из элемента одежды, или как у меня девочка брала, вот, продукты для дома, овощерезку, там, что-то, какую-то посуду, она говорит, господи, ну, вот, как бы так, считай, овощерезка ей вышла в подарок, овощерезка за 30 рублей, то есть человек так подумает, я буду сама там строгать это все, а тут так получила, и бонус же потом начисляется, вот, и тем более со следующего каталога у нас основа скидка возвращается, поэтому вот этой идеей воспользуйтесь, эта идея достаточно не сложная, привести одного человека просто, просто у вас, когда вы регистрируете, ну, нового консультанта, у вас оно сразу должно быть, как в голове стрелять, такая мысль, ага, все, теперь ты, пожалуйста, приведи одного человека, будем вместе пользоваться, и я могу сказать, что таким образом укрепляется ваша команда, потому что она идет, как бы, в глубину, одну секундочку, тут у меня сын что-то лезет, так быстро вышел, пожалуйста, из комнаты, выйди, я закончу эфир, это у меня такая ситуация, дочка спряталась за стулом с телефоном, а он лезет и хочет забрать у нее телефон, так, все, успокоились, вот, и таким образом, вот это такой хороший метод, и вот, когда приходит к нам новичок, что мы можем ему предложить, как строить бизнес, начнем хотя бы с того, чтобы они обрабатывали свои теплые контакты, свой теплый круг, я думаю, это будет очень здорово и хорошо, да, 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 это вот у кого детки, особенно мальчики и девочки, у них всегда такая идет. Так, девчонки, ну, вроде бы, если есть у вас вопросы, у меня вопросы задайте, потому что эти дети меня что-то так сбили, столько я хотела вам интересного рассказать. Если есть вопросы, пожалуйста, задайте. Сейчас я еще подумаю, что я вот вам обязательно хотела. А, вот смотрите, и еще, да, я вам говорила в видео, которое я для вас делала, что, допустим, если вам люди, ну, как-то вы стесняетесь брать рекомендации, допустим, там, да, ну, поначалу, пока вы разогреетесь, пока вы включитесь, да, используйте цифровые списки знакомых, используйте ваш контакт-лист в социальных сетях, допустим, в соцсетях контакт очень, вот, видны, прям, видны, открытые, в открытом доступе находятся телефоны людей, с которыми вы дружите. У нас девчонки, у нас девчонки таким образом работают, я знаю, в частности, Оля Ковалевская, она обзванивает девочек, ну, друзей в контакте. И сейчас контакт, ну, предлагает, да, активировать свой номер телефона. Этот номер телефона, он находится в общем доступе. Вы можете эти телефоны все посмотреть. И она звонит примерно с таким текстом, что, здравствуйте, мы с вами дружим в контакте, и она делает свое контрпредложение, и человек соглашается. Ну, есть такие, конечно, которые не соглашаются, кто-то может подумать, кто-то, знаете, реально смотрит и наблюдает, да, что там у тебя происходит, как там у тебя что-то изменилось, выросло-то, не выросло. Потому что в определенное время, да, еще там несколько лет назад была очень подпорчена репутация сетевого бизнеса. Это все считалось таким странным, стрёмным бизнесом, что все ходят с большими сумками, продают этот товар. На самом деле сейчас все уже совсем поменялось. Сетевой бизнес, он выходит на уровень вообще обычного бизнеса. И даже вот в сетевом бизнесе очень много миллионеров. Вы знаете, что в Америке, да, вот если сравнить Россию и Америку, то в Америке очень большой опыт сетевого бизнеса. И вот именно куча, прям куча миллионеров именно вот в Америке. И сейчас это приходит к нам. Сейчас сетевые бизнесмены, они тоже объединяются, неважно, это разные компании, просто делятся опытом. И вот такое мероприятие, оно будет сейчас 19 мая в Казани. Надеюсь, я каким-то образом туда попаду, я вам все тогда расскажу. Так, это мне просто приходят сообщения. Вот, поэтому мы занимаемся, хочу вам сказать, мы занимаемся очень престижным бизнесом. И время нам тратить сейчас нельзя. Вот все, чему мы вас учим, вы должны применять, вы должны это делать. Самое главное это сейчас рекрутировать, рекрутировать и рекрутировать. Если вы этого не сделаете сегодня, то за вас это сделает кто-то другой. Зарегистрирует ваших близких, ваших родственников. Вот оно как бы зачастую так и бывает. Потому что много случаев, если, допустим, мы кому-то не предложили, подумали, там, а, надо тебе, оно не надо. На самом деле, через какое-то время окажется, что этот человек зарегистрировался. Он даже может зарегистрироваться сам, самостоятельно в интернете. Поэтому мы пользуемся этой акцией, на самом деле, очень крутой акцией. Регистрируем людей, ходим на наши прямые трансляции и черпаем энергию, черпаем вдохновление. Потому что, когда мы сидим сами себе дома, в квартире, смотрим какие-то фильмы, сериалы, у нас ничего не происходит. Реально. И вот вы подумайте, да, что происходит. Вот сравните себя, там, год назад, там, два года назад и сейчас. Вот, как вы растете, что у вас меняется, смогли ли вы больше себе позволить. Допустим, вы стали чаще путешествовать, или вы стали приобретать продукты и не считать эти деньги. Так, вы стали себе приобретать какую-то там красивую одежду, радовать. Или вы там сменили машину, или у вас там, я не знаю, хобби поменялись. То есть, раньше вы мечтали там пойти на танцы какие-то, которые абонемент стоил очень дорого, а сейчас вы можете это сделать. Или, там, я не знаю, вы жили с родителями, а тут вы сняли квартиру, потому что у вас уже эти деньги есть. Либо вы купили эту квартиру. То есть, вы начните, ну, посмотрите, что поменялось. Если, допустим, у вас там 5 лет назад, 4 года назад, 3 года назад, 2 года назад, ничего не поменялось, это уже знак о том, что надо в жизни что-то менять. То есть, у вас идет закономерность, происходит все одно и то же. Мы ходим на государственную работу, мы считаем, что, а, что там эти люди в интернете занимаются какой-то ерундой, кого-то там регистрируют, кого-то там привлекают. А на самом деле мы даем возможности человеку поменяться. Я могу вам сказать по поводу себя, что вот если бы я не пришла в сетевой бизнес, я бы так и сидела в колледже. Просто вот немножко историю вам расскажу. Я когда заканчивала университет, первое мое образование экономическое. И вот уже все, госэкзамены, и меня прям вот тюкнуло в голову, что сейчас все это закончится, моя учеба, моя лафа, да, вот эта вот веселая студенческая жизнь, и мне придется работать. И я пошла, я какое-то время работала на заводе в планово-экономическом отделе по специальности. И, девчонки, я ненавидела эти дни. Я просто их ненавидела. Потому что я сидела карпела над отчетами. То есть там все по расписанию, обед по расписанию, все по расписанию. Ты как бы, ну вообще, тебе нужно улыбаться людям, которым ты улыбаться не хочешь, которые там просто за спиной тебе будут говорить всякую ерунду, всякие гадости, понимаете. Но это просто вот меня, просто у меня это все убивало. То есть это не мое, и мне нравится более такая жизнь веселая, насыщенная. Вот представьте, что если бы, ну я, допустим, если я представлю, что я бы осталась на этом заводе, я бы постоянно была в удрученном состоянии. Я бы не смогла себе купить квартиру, я не смогла бы менять машины себе, да, путешествовать. Допустим, я считаю, что в прошлом году у меня вот, раньше у меня были поездки за счет компании, но в прошлом году у меня было 4 поездки за границу, как бы полностью за мой счет. Плюс я еще, как бы, сделала достаточно хороший ремонт в квартире, да, и вот откуда бы я вот эти деньги взяла. И могу сказать, что я как бы не замужем, вот с двумя детками, и как бы бывший муж, он ничего нам не помогает. То есть это все за счет того, что я много работала в Фаберлик. Поэтому я хочу вам сказать, что вам нужно тоже поработать сейчас, и у вас реально все получится. И, ну, если кто-то не может вложить, как бы, деньги, допустим, в рекламу, в какие-то там акции для своей структуры, да, то вкладывайте свое время, планируйте свой день таким образом, чтобы у вас, как бы, было время на все. И на семью, и на детей, и на работу. А знаете, мне один мальчик в нашей команде, парень молодой, я ему говорю, блин, Сашка, что времени мне так не хватает? Он говорит, Оль, вставай на час раньше. И буквально сегодня, когда я утром встала, я прочитала пост один в Инстаграме, что реально нужно вставать раньше, и тогда времени будет больше, все, ты будешь успевать. Вот, поэтому, девчонки, встаем пораньше, прописываем наши цели. И, соответственно, из наших целей это будет вас стимулировать, просмотреть уроки, которые мы даем, выполнить эти уроки, сесть и обзвонить людей. И вот, когда вы пишете ваши цели, вы себе еще пишите план, вот, на основе того урока, который мы вам задаем, да, пишите план, что я должна сделать. Обзвонить, там, 5-6 человек, там, дополнить список рекомендаций и так далее, записать, там, какое-то видео, там, для своей команды. То есть, все, вот, вы должны это сделать. Или, там, сделать рассылку смс, там, объездить клиентов, там, то есть, у вас, как бы, что касаемо бизнеса, потому что нам иногда кажется, ой, боже, 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 мы столько много всего делаем, у нас такой день суетливый. А день прошел, а вот если взять и выписать, что я сделала для бизнеса, да, получается, что, как бы, ничего, ничего не сделала. На телефоне провисела, там, по пустоте, куда-то поехала, время потратила, в инстаграме залипла, вот, и, как бы, ничего. Так, что-то Тируи нам пишет. Смотрите, по поводу рекламы могу вам сказать, что, если вы рекламу даете самостоятельно, мы очень ждем, что Фаберлик, Фаберлик сейчас тестирует такую очень мега-крутую программу, тест-драйв, это будет программа, она будет давать возможность нам давать рекламу. Стоимость одного консультанта будет 100 рублей России, это где-то полтора доллара, это очень хорошая цена, вот, за то, чтобы к вам человек зарегистрировался в вашу команду, а вы уже будете его дорабатывать. Это тоже, как бы, хороший метод, вы знаете, я считаю, что методов должно быть много, и реклама, и стойки, и обзвон, и, там, я не знаю, теплые контакты свои, студировать, понимаете. То есть, ну, вы, фишка в том, что вы должны любым способом действовать. Вот вы встретили знакомого, обязательно расскажите, где вы работаете, вообще не стесняйтесь этого, потому что, ну, глупый посмеется, а нормальный человек, который хочет дополнительный доход, он скажет, да, мне это, как бы, интересно, я тоже хочу, тоже так хочу, тоже хочу, там, что-то видеть, там, путешествовать, там, я не знаю, не ограничивать своих детей, когда они просят, мама, купи мне это, или, там, купи мне это, понимаете. Поэтому методов должно быть много, предлагайте всем, и люди к вам пойдут. Когда вы предлагаете, когда вы предлагаете усилия, тогда вам и вселенная отдает. А когда вы ничего не делаете, как бы ждете, когда там что-то будет, ну, соответственно, ничего не получится. И не бойтесь, даже если у вас что-то там не получилось, вам кто-то отказал, или вы какой-то задумали какой-то проект, там, да, Олеська, привет, задумали там что-то, да, допустим, какую-то акцию провести, там, какие-то подарки людям раздарить, и, соответственно, каталоги раздать. Ну, и как бы получилось, не получилось, ну, постояли вы на стойке, зарегистрировали 10 человек. Из этих 10 человек у вас оказалось, там, 2 активных консультанта, 2 активных, но тот, который активный, он же вам еще других людей привел, и он у вас заказы постоянно оформляет, понимаете. То есть, вообще, благодарите, да, нужно начать, как бы, свой день даже с благодарности, за то, что у меня есть силы, за то, что у меня есть энергия заниматься тем, чем я хочу. Все верно, методы должны быть разные, потому что, когда мы... Так, девчонки, я в эфире, скажите мне, вы меня видите? Скажите что-нибудь, потому что у меня почему-то подключился автоматический YouTube. Так. Да, в эфире. Отлично, спасибо, девчонки. Вот, супер-супер, умнички. Вот, поэтому будьте активны и всегда идите к своей цели, чтобы ничего вас не сломило. Все будет у нас хорошо. Это я точно вам говорю. Вот, как вы себя настроите, то, что мы излучаем, то мы и получаем. Если вы излучаете, там, что-то такое, апатичное настроение, то у вас, как бы, так и будет. Если вы излучаете энергию хорошую, то у вас будет и хорошая энергия. Ничего не бойтесь, ничего не стесняйтесь. Вы делаете прекрасное дело, вы делаете женщин красивыми. Это очень важно. И знаете еще, что вот вы создаете для женщин общение, потому что сейчас все закрылись, как бы, в своих домиках, так вот, да, общения не хватает. Кто-то залипает в Инстаграме, кто-то телевизор смотрит. Уже все забыли, что куда-то, когда-то там ходили. А вы даете им возможность, тем привет, кто присоединяется, а вы даете им возможность развиваться, что-то узнавать, что-то познавать. Понимаете, говорите какие-то очень полезные вещи, которые на самом деле очень ценные. Вы же сами развиваетесь. И в вашей жизни начинает что-то меняться. Но не забудьте тот пример, который я вам сказала. Сравните себя 5 лет назад, 4 года назад, 3 года назад, 2. Если реально ничего в вашей жизни не поменяло, значит, это однозначно, что надо что-то менять. Не забывайте, что хотя бы одного человека зарегистрировать мы можем. И этот один человек может зарегистрировать хотя бы одного человека. И тот один тоже может кого-то зарегистрировать. Самое главное нам научить, уделить внимание этим людям. И научить оформлять правильные заказы, хорошие, чтобы была закупка на 50 баллов. Потому что эти люди, они уже вступают в бизнес. И я вас тоже призываю к тому, что предлагайте бизнес, предлагайте человеку деньги. Скидку вы всегда можете предложить. А вот предложите человеку деньги. Деньги всегда важны и люди от них не отказываются. Просто грамотно это сделайте. Начните предлагать это уже сейчас. И ваша команда пополнится именно бизнес-партнерами. Потому что потребителей Фаберлик набрать очень просто. Их и так уже очень много. Тут как бы Фаберлик, ну можно сказать, что это и большой интернет-магазин, где это можно все дело покупать, брать. А именно предлагайте бизнес и говорите о том, что мы и научить бизнесу можем. Потому что для этого у нас создана база, созданы наши обучающие курсы. Поэтому сами посещайте наше обучение, выполняйте все, что мы говорим. И приглашайте людей в бизнес. Все, я с вами сегодня была. В это верное воскресенье. Счастья вам, здоровья, всего самого хорошего желаю. Вы мои самые красивые, самые любимые девчонки. Успехов вам. Ну а завтра начинается новый день и наши новые победы. Вот. Все. Пока. Эфир я сохраню.